Всем привет! Сегодня я хочу показать, опять же, показать, не научить, не обязать людей делать так, как я делаю, а показать, как я дома гну. Вот лист жестик. Мне нужен этот лист для того, чтобы закрыть щель между окном и стенкой. Сейчас я покажу. Посмотрите, вот такое окно, вот слив уже сделан, а вот эта щель, вот она щель, ее нужно закрыть, чтобы птички не выклевывали. Когда-то я заделал, ну, я уже не помню, много лет назад, может 10, может больше, а вот здесь вот, видите, оставил эту щель не заделанную. Так вот, птички умудряются все выклевывать. Но наступил момент, время, когда нужно сделать эту работу, иначе все это будет выклевываться, холод будет идти в дом, разрушать этот дом. Вот. И отопление, естественно, удорожание. За теплоноситель платить надо больше. Вернее, не теплоноситель, а за то, что его подогревает. Ну, то есть, в моем случае, за газ, за дрова. Поэтому надо вот сюда сделать срочно защиту. Сначала, естественно, я буду пенить, а потом защищать. Точно такой же нащельник я хочу показать. Вот, видите, вот эта полка 7 сантиметров, вот эта полка 3 сантиметра, ну, и согнул я примерно под 90 градусов, но не 90. То есть 90 это когда ровно, а тут у меня немножко тупой угол, чтобы я когда прижал, это все прижалось, и под него обязательно пена должна быть заделана. Вот такого плана буду делать нащельник. Ну, что мне нужно для вот этой работы, как говорится, домашней. Первый листочек я вот написал, видите, 70 на 30 в миллиметрах пишу, и длина 900. Вот вот штангель, циркуль, фломастер или как маркер, рулетка, молоток, плоскогубцы и пару струбцин. Ну, и шивы, чтобы их может чертить. И также взял еще линейку, чтобы чертить по ней. Дальше швеллер. У меня вот такой был. Можно, конечно, меньше швеллер, можно уголок какой-то прибить. И вот здесь вот внизу у меня лежит, видите, уголок мощный. Это я не буду прижимать, сейчас все увидите. Ну, и на всякий случай возьму еще кувалдочку. Не показал ее. Притащил кувалду, видите, вот такая. Все, теперь мне нужно разметить. То есть, если у меня 70 на 30, еще краешки загибать, еще добавлю 2 сантиметра. Получается 12 сантиметров шириной, 90 длиной. А, забыл же вам сказать, ножницы нужны по металлу. Вот они, ножницы обыкновенные по металлу. Так, ну что, будем отмерять. Штанги церкви у меня как раз хватает на 12. Сейчас вот, видите, примерно миллиметра 3-4 выпустил уголок, швеллер поверил, чтобы более острый угол вот здесь был. Выпустил на 3-4 миллиметра с одной стороны, с другой стороны. И буду заворачивать этот угол, чтобы он не был острым. Сначала загну края, чтобы этот лес не ездил. Начал загибать края. Не понравилось мне, решил я одну сторону поджать струбцины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА